Здравствуйте, Нейр Мазаферович. Благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в студию. Я хочу вас спросить. Я знаю, что у нас в республике сейчас проходит неделя информирования важности физической активности. С какой целью Министерство здравоохранения Российской Федерации проводит в регионах вот такие тематические мероприятия? Спасибо за вопрос. Начиная с сентября 2022 года Министерство здравоохранения Российской Федерации выработало так называемые планы региональных тематических мероприятий. То есть каждая неделя посвящена какому-либо заболеванию и профилактике этого заболевания. И разработан целый план мероприятий, который будет осуществляться на этой неделе. Это выступления на телевидении, радио, в других средствах массовой информации, в социальных сетях. Это общение с трудовыми образовательными коллективами. Это выходы, как говорится, на площади и на улице города с лекциями, беседами. Раздача листов, буклетов, брошюр. То есть это так план, который разработан Министерством здравоохранения, который мы должны исполнять. Почему было разработано? Потому что Министерство здравоохранения Российской Федерации и вообще наш национальный лидер, президент нашей страны Владимир Владимирович Путин уделяют очень большое внимание профилактике заболеваний. То есть всем давно уже известно, что лечить заболевания гораздо труднее и сложнее, чем их предупредить. Поэтому Министерством здравоохранения особое внимание уделяется именно этой тематике профилактики заболеваний. И вот эта неделя, с 17 по 23 июня, посвящена неделе информированности о важности физических нагрузок, о физической активности. Что подразумевается под понятием физическая активность? Физическая активность – это любое движение скелетной мускулатуры человека, которое производится с затратой энергии. То есть то, что мы делаем, то, что мы двигаемся и тратим на это энергию, это называется физической активностью. Физическая активность может быть любой. Это просто ходьба, это езда на велосипеде, езда на роликах, во время отдыха, во время работы и так далее. То есть любое движение человеческого организма, которое приводится с скелетной мускулатурой и требуется от этой энергии, это мы называем физической активностью. Это определение, которое сформулировала Всемирная организация здравоохранения ВОЗ. Энер Музафирович, как доктор, Вы можете сказать, чем грозит человеку низкая физическая активность? Говорить о том, что может быть при низкой физической активности – это, во-первых, физическая активность – это профилактика болезней сердечно-сосудистой системы. Это профилактика многих онкологических заболеваний, таких как рак предстательной железы, рак мочевого пузыря, рак грудной железы и так далее. Это профилактика сахарного диабета, это профилактика многих хронических неинфекционных заболеваний, так называемая кардиореспираторная система, это сердечно-сосудистая система и дыхательная система. Ну и, конечно, так называемые психосоматические заболевания или же психология. То есть человек, который много двигается, у него улучшается настроение, пропадают элементы депрессии. То есть это все, физическая активность воздействует практически на все. Энвер Музафирович, ну, с кардиологическими заболеваниями понятно, что нужна физическая активность, умеренная физическая активность. Ну, как предпишет врач. А какая связь между физической активностью и онкологическими заболеваниями? Когда, например, это и психологи, и мы, как наши республиканты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, когда к нам приходят люди и есть какие-то такие жалобы психологического характера, мы говорим, выйдите и, пожалуйста, перед сном час погуляйте на свежем воздухе, походите, не знаю, вдоль речки, вдоль озера, просто в лесопарковой зоне. То есть у человека уже как бы улучшается настроение, и его начинают покидать дурные мысли. То есть физическая активность, она способствует улучшению психологического климата. И вообще физическая активность, она отвлекает человека от дурных мыслей, скажем так. Это проверено и врачами, и психотерапевтами, и психологами. То есть человек, который много физически двигается, у него нет не то что времени, у него нет мысли думать о чем-то плохом. То есть это как бы доказано. Конечно, до сих пор еще не выяснено, откуда берутся так называемые раковые клетки, почему нормально человеческие клетки начинают делиться по-другому, почему возникают онкологические заболевания, почему возникают опухолевые клетки. Но доказано, что те органы и те клетки, которые мало работают, они начинают подвергаться больше деформации. То есть если какой-то орган, какие-то клетки работают гораздо больше, то риск, что там может зародиться что-то плохое, недоброкачественное, это уже риск снижается. Поэтому вот именно физическая активность, она как профилактика некоторых онкологических заболеваний. Энер Музафирович, кто и как может прийти к вам в центр, чтобы получить консультацию о пользе и вреде физической активности? В принципе, это можно обратиться к своему врачу в любое учреждение педвичного здравоохранения, в свою городскую или районную поликлинику, к своему участковому терапевту. Но еще можно обратиться в наш республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики. У нас есть отделение спортивной медицины, отделение лечебной физкультуры, центры здоровья, отделение медицинской профилактики. То есть наши специалисты помогут вам разработать индивидуальный план физической активности. То есть исходя из вашего возраста, исходя из вашего состояния, вашего здоровья, то есть подобрать вам определенную физическую активность, сколько вам проходить в день можно тысяч шагов, как можно двигаться, какие физические упражнения можно делать. Мы можем прийти к вам на помощь, то есть у нас есть отделение лечебной физкультуры, где к вам покажут элементы лечебной физкультуры, которая может быть применена при тех или иных заболеваниях. Ну и провести профилактическое консультирование, так называемое, то есть измерить вам уровень сахара, измерить вам уровень холестерина, проверить остроту зрения и другие показатели вашего зрения, то есть измерить, провести спериметрию, то есть проверить жизненную емкость ваших легких. То есть мы можем посмотреть и уже исходя из этого, для каждого человека подобрать его индивидуальный план физической активности. Это все проводится бесплатно? Да, это проводится бесплатно, да. И профилактическое консультирование, и занятие с инструкторами лечебной физкультуры, разработка плана индивидуальной физической активности, то этим всем мы можем помочь. Ну что же, я благодарю вас за участие в нашей программе и желаю вам успехов в вашей нелегкой работе. Спасибо вам. Спасибо. 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 Спасибо.